Всем привет, друзья! Продолжаем перепрохождение модификации Последний Сталкер. Ну и сейчас я дошел вот до логова выродков. И мне многие писали, что здесь вот рядом с местом, где можно починить свое снаряжение, находится склад. Вот он. Здесь куча разных стволов, наверное. Если не все, то практически все оружие, которое встречается в игре, и патроны к нему. Я вот уже взял СВДК, набрал патронов. Ну и теперь снова иду разговаривать с Принцепсом. А также, вот в прошлой серии забыл сказать, что мне же прислал, когда я проходил госпиталь, генохакер сообщение. В котором сообщил о том, что было вот в той зашифрованной записке, которую мы нашли в бункере полковника Панцера. А там сообщалась информация о телепорте вот рядом с трубой на станции. Ну, в общем-то, эту информацию мы и так могли бы узнать, догадавшись о том, что нам рассказывал, не помню, кто там, отец Леонид. Ну, короче, какой-то монах в Лиманске. В общем, ничего существенно полезного в той записке не было. Но сейчас мы продолжаем прохождение и отправляемся на ЧАЭС, а затем в призрачный мертвый город. Ну и вот, мы уже в мертвом городе. В принципе, я здесь не заметил особых отличий, если не считать того, что мы тут просто не встречаем тех солдат, которые могли бы сопровождать нас в подземельях Агропрома. Когда я проходил этот раз, я не стал их звать собой, а поскольку они не были в подземке Агропрома, то, соответственно, и не могли попасть в мертвый город. Так, отец Виталий, ты чего, заблудился? Диалоги с ним были вроде бы те же самые. Ну и он нас приводит, по крайней мере, должен сейчас привести к этой пентаграмме очередной. Но вообще никаких намеков на это место у него в диалоге не было. Так, ну что? Говорить, походу, не будем. Ладно, ну тогда здесь, получается, мы сами должны как бы догадаться, но мы знаем, что здесь она есть. Вкладываем ключи. И отправляемся на генераторы. Там застранцы стреляют. И попадаем мы с отцом Виталием на генераторы. Здесь нас снова встречает группа поиск. И вот мы разговариваем с Славиным, здороваемся с ним. И говорим, что с Джунжо горим желанием пообщаться. А Славин говорит, пойдем. Куда? И куда-то нас уводит. В прошлый же раз он говорил, что вот Джунжо должен скоро подойти, а сейчас куда-то уводит. А приводит нас, Славин, к могиле Джунжо. Ё-моё. Мы вынесли его тело из лаборатории. Он в одиночку сражался с Железной Мордой и... Короче, вот. Ну и барьер остался на месте. Надо отключить барьер. Исключено. Если отключить барьер, Железная Морда сразу же рванет отсюда. Ну и, в общем, тут диалог повторяется. Как и в первый раз, он говорит, что мы с Андрюхой пробьемся к пульту управления. А нам необходимо... Убить Железную Морду. Ну вот, я говорил, когда вот проходил в прошлый раз, что можно здесь попробовать все же где-то отыскать код и как-то проникнуть туда в лабу, за ним пойти. Нужна карта доступа, но кодовая панель почему-то все равно открывается, но кода мы пока не знаем. Ладно, сейчас посмотрим у Леши Бормана. Диалог, да, ничем не отличается. Позже побазарим. Лады. Ну и, в принципе, все. Нам остается только снова поговорить со Славиным. Значит, барьер будет отключен только если будут уничтожены меняющие лица. Ну, начнем. Хорошо, появляется задание. И теперь я хочу посмотреть, что будет делать Славин. Ну-ка. Они же, по идее, должны сами дверь открыть. Нифига себе. Открыли дверь. Нужна карта доступа. Я понял. Ладно, хорошо. Значит, либо эта карта доступа будет в каком-то тайнике, либо где-то еще. Ну и, в общем, вот перебили мы уже здесь всех рейдеров. И нахожусь я рядом с меняющим лица. А здесь лежит Шустрый раненый, но с ним поговорить нельзя. Рядом находится все так же труп Нестера. Забираем все это дело. Выполняется задание тайны диггеров. И вот это железная морда. Мне вот подсказывали в комментариях, что, может быть, попробовать рядом с ним просто постоять, подождать или поговорить, но поговорить нельзя. Тут еще рядом стоит этот артефакт. Но его забрать тоже нельзя. А, их тут даже несколько. Да. Со всех сторон. Ну, в принципе, можем попробовать подождать. Вот прилетает тарелка, мы его не трогаем. И что будет? Задание провалено. А Шустрый в то время стал на ноги и куда-то уже побежал. Так, барьер отключен. Хорошо. А если пострелять? И что, неужели все так же и останется? Без изменений. Грек, молодец! Я верил, что ты сможешь отключить барьер. Запускаем шиватель! Хорошо. Запускайте. Так, тут, по идее, где-то должен быть еще труп... Приближается выброс. Срочно найдите укрытие. Лехи. Потому что он, по идее, тоже должен был погибнуть. Сейчас посмотрю. А вот и он. Но у него ничего полезного нет. Ладно, так что это получается, мы все же никак не сможем попасть в эту лабораторию. Но там же не просто так эта панель висит. Ну и что? Мы снова оказываемся на кордоне. Перед нами стоит полковник Панцер. Так, ну... Диалог, по-моему, не отличается ничем. Провалено у нас задание Некрономикон. И... Хе. На этом, судя по всему, опять же все. Я вот ради интереса решил еще прибежать на свалку, где сидит группа поиск. И вот все же поговорить со Славиным. Да, и вот сейчас диалог уже отличается. Слушай, Славин, мы же выпустили меняющего лица. Вижу, понятно. Говорю же, отдохнем, отоспимся, потом и порешаем, что дальше делать. Ясно, но удачи, братва. Но, скорее всего, дальше ничего не будет. Вообще, здесь вот на свалке, вот над этой установкой, после всех этих событий появляется облако. А такие облака в данной модификации свидетельствуют о том, что там находится переход. Но я уже пробовал, я пробовал туда залазить, как бы, даже если подняться вот на самую верхнюю платформу, то выше уже все равно не залезть. И то тут приходится вот карабкаться по этим балкам, прям как в ОП2. облако. Возможно, туда нас может закинуть какой-то телепорт, или это вообще ничего не значит, облако. Непонятно. В общем, больше я не знаю, как еще можно поступить. Непонятно, где искать код от лаборатории на генераторах. Также так я и не понял, что с этим облаком на свалке, но и ладно. Сейчас я загрузил сохранение, где нам вот предлагает Иванцов штурмовать периметр, но мы можем отказаться. Это без меня, тем более, что Джерси сдадут периметр без боя. А у меня своих дел полно, прощай, долговец. Все, задание провалено. Ну и вот посмотрим, что будет сейчас. В общем-то, особо ничего и не изменилось, кроме того, что вот когда перешел я на кордон, глава была названа изгой, и также Гена Хакер нам не присылал сообщение, вот когда мы тут в Лиманск попали. Точнее, не в Лиманск, а в Рыжий Лес, поскольку мы ему никакие пыда не сдавали. Ну и даже я очень удивился, вот дело в том, что здесь Луценко просил нас дать ему КПК доктора Бравермана, который мы нашли в лаборатории Х-18, и поскольку мы сейчас с Геной Хакером он отказался брать у нас КПК, соответственно, этот КПК остался у нас. Да, вот он. Я могу заплатить за КПК доктора Бравермана сверх вознаграждение за информацию о самом докторе. И я вот думал, что если мы ему принесем КПК, то получим это сверх вознаграждение, а Грек отвечает, не, не надо, забирайте. И мы краями, можно сказать, что док помог мне найти выход из лаборатории. Обалдеть. Я думал, что-то будет, ничего не поменялось. И, честно говоря, проходить модификацию дальше желания нет вообще никакого, потому что я с большей долей вероятности уверен, что особо ничего и не поменяется. Ну, или если даже поменяется, то незначительно. Поэтому я сейчас вот проверю еще только некоторые моменты, которые мне написали в комментариях, и на этом с данным модом закончим. В общем, сейчас я закрутил сохранение в лаборатории Х-18, вот когда нас Лангольер приводит к этой двери. И, как мне подсказали, что вот мы с ним разговариваем, можно успеть да, можно успеть забежать за ним. Правда, надо также успеть еще и этого товарища ликвидировать. Так, заходим. Осторожно. Раз. Блин, зараза, встает. Смотрите, что происходит. Присядь, я не знаю, куда кидать. Все, отлично. Забираем ножи. И сейчас дверь заперта. У Лангольера ничего полезного нет, но включаем аварийное питание и будем пробовать связываться с учеными. Сейчас у нас нет КПК доктора Бровермана, поэтому диалог должен быть другой. Канал экстренной связи. Говорите, кто на линии? Конь в кожаном пальто. Кто? 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 И что? Это все? Ну, класс. Ладно, как нам отсюда выбираться? Или можно еще раз? Нет? Все? Да? Ага, все, выпрыгнули и можно идти дальше по своим делам. Я все же продолжил. Поднялся наверх. Там меня тепло приняли наемники, не стали выпускать. Ну, в общем, как и в прошлый раз. И теперь спустился я вниз и снова можно попробовать связаться с учеными. Но в этот раз опять же КПК доктора Бровермана я с собой не брал. Секью, Секью, вызываю всех. Меня слышит кто-нибудь? Секью? Кто это? А ты кто? Назовитесь или я прерву прием. Нахожусь в ИКС-18. Не могу выйти на поверхность. Да кто это, черт побери? Сталкер. Конец связи. Тормози, торопыга. Слышишь? Не слышит. Похоже все. Хм. Ну ладно. И дальше мы наверное должны сами искать выход. Либо сейчас попробуем сходить забрать ПДА доктора Бровермана. может быть чего-нибудь изменится. Да. Вот сбегал я за КПК доктора Бровермана и снова можно включить трансивер. Вызываю всех Секью всем кто меня слышит Секью блокирован в лаборатории Х-18 нужны координаты резервного выхода Назовитесь Доктор Броверман с кем говорю? Ну все понятно Здесь Луценко Доктор вы живы? Невероятно В общем диалог тот же самый Что у вас голосом? Травмированное горло Мне нужен резервный выход Вы не помните где резервный выход? Нет Черт побери неужели непонятно Успокойтесь доктор Старая веншахта Кот к двери найдите Вы его сами изменили но сказали что цифры взяли с какой-то надписи в лаборатории Понял Не можем вас встретить доктор Нет техники Ничего доберусь конец связи В общем диалог повторяется А я думал что раз если мы связались в первый раз потом связались во второй раз то неужели ученые не смогли понять что это один и тот же голос Ну ладно Ну и последнее что я хочу проверить в данной модификации это вот если в самом начале игры как только мы вышли из этой пещеры поговорили с Дэдменом он нам говорит что группа Шамрая должна быть где-то на свалке если вот в этот момент прийти сюда на бархолку как мне подсказали здесь можно обнаружить чуму из группы Шамрая У меня автомат живым не возьмете балки позорные И все похоже да ладно ну и на этом похоже мы закончим ну что же вот такая вот модификация это я уже говорил в финальной серии но скажу еще раз больше по данному моду серии не будет это последняя конечно может быть я что-то и пропустил там чего-то можно было еще найти и проверить но в любом случае на этом уже все так что всем большое спасибо за просмотр с вами был Хьюк всем удачи и увидимся в других прохождениях пока удачи Продолжение следует...